Всем привет! Меня зовут Алексей Левин. В рамках курса я расскажу и покажу, как алгоритмы, которые будут встречаться на лекциях, могут быть реализованы на практике на языке программирования C++. Для понимания того, что я буду рассказывать, вам понадобится базовое знание синдекса C++11 и его стандартной библиотеки. Если в какой-то момент видео встретятся неизвестные вам конструкции или классы, вы всегда можете узнать о них больше в интернете. Например, на сайте cppreference.com. Если английский язык для вас сложен в понимании, вы всегда можете воспользоваться его русской версией. Но будьте осторожны. Большая часть русской версии получена машинным переводом с английского языка. Поэтому в ней могут быть как ошибки, так и просто расхождения с принятой в русском языке терминологией. Так как решения задач будут относительно короткими, то для их реализации мне будет достаточно обычного текста редактора. В данном случае я буду использовать Гэдит. Для компиляции и выполнения программ я буду использовать встроенную Гэдит терминал. Для ускорения компиляции я сделал алиас на вызов компилятора G++ с нужными мне параметрами. Я буду использовать компиляцию в режиме C++11 с включенной оптимизацией и включенными предупреждениями. Давайте попробуем скомпилировать имеющийся у нас файл и запустить его. Программа нас поприветствовала. Также мне периодически понадобится измерять время работы программы. Для этого я буду использовать утилиту Time. Она выдает три времени, из которых нас всегда будут интересовать сумма двух последних. User Time и SysTime. В данном случае, согласно утилите, программа работала около одной миллисекунды. Но на самом деле это погрешность измерения. Программа отработала намного быстрее. Также, если у вас будут возникать вопросы по курсу, вы всегда можете их ставить в комментариях под видео. До скорых встреч! Продолжение следует...